здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня говорим о творчестве потому что сразу же два творческих человека находятся здесь у нас причем они умеют совмещать и творчество и личную жизнь и общественную с радостью представляю вам анири певица автор исполнитель общественные деятели самое главное мага многодетная мама сколько у вас 5 до 6 рала на хорош а сколько у тебя этих садов с это первая рука ролика всяких до первая рука 5 но тут удобно показывать всем остальным кому помогая сколько самому маленькому самому старшему 25 будет в этом году самому младшему будет 12 12 хорошо хранился как а пытается вклиниться в наш разговор с многодетной мамы заслуженный артист российской федерации ветеран боевых действий алексей огурцов добрый день добрый день добрый день многодетный отец ну к сожалению не получилось да ну двое есть мальчик девочка то есть вообще что такое слова семья ну смотри что такое семья семья это это семь человек это отец мать и 5 детей к сожалению наши традиции немножко растерянные если мы эти ошибки не исправим то ли через пять человек русский он уже пропадет до 5 детей это же какая работа между первым вторым перерывчик и небольшой там где один мой скажу перерывчик между на 11 лет но заработал сэморида там вспомнил не то что вспомнила потом не жена сказала хочешь значит ходят не она мне сказал так значит хочешь ребенка так трешку мне заработай я за полгода трешку заработал вот и все номерос вот вам пожалуйста как я лошадь я лог я понял день рождения на 11 сентября вот вам тестик все пожалуйста вот и . они блондиночка ну давайте мы сейчас перейдем уже к непосредственно к вашим творческим но скажем так чек творческий он особенный всегда да он отличается человека не творческого очень простой такой вывод они расскажите пожалуйста когда столкнулись и почему начали петь потому что вы смотрите певица автор исполнитель это как пришло когда пришло ну наверное когда я встретил свою любовь это было буквально как потому что у меня это второй брак 2 у супруга трое детей он был вдовцом у меня было двое и вот пять лет назад мы встретились и соединились наши семьи объединились теперь мы вместе и именно он услышал кто как я пою и наверное вот когда уже вот такая любовь любовь песни сами стали приходить то есть это как бы вот бывает человек ну что называется с рождения да ну сразу выстраивается такая история а бывает когда это вот именно писать и достала именно после знакомства своим супругом а что вы пишете как этот процесс происходит ну как правило это какие-то либо строчки записываю потом рифмы рождаются вот дальше либо бывает что даже просыпаюсь вот какой-то вот какая какая-то строчка засела и ты вот вокруг нее крутишь крутишь раньше этого не было раньше ну как и не за мне кажется как многие подростки писали там какие-то есть стишки напевали я тебя да 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 то есть вот профессионально очень интересно но подожди она скромничает дело том что вот крайне и крайне песни которую напишите строчки она пишет их именно после посещения окоп есть такая команда нашего звезды десант у нас принципиально все артисты выступают только блин ножа только в землянками не за 200 километров как некоторые приезжают и говорю я там был а вот она смело музыка я там была потому что она все что не рождается именно под обстрелами минус конкретно в том месте но алексей у нас подключается к разговору сразу видно что актер вот фраза крайне да это работает что ни в коем случае нельзя сказать последние все катастрофа как давай даже все таки офицер носить чем больше то у вас офицера или скорее всего потому что сочетание странно они не скорее всего конечно все таки офицерства ну давай начнем с того что человек который рождается он уже артист он что девочка штуманчик дело в том что бабушка и дедушка все время говорили хватит врать хватит врать плохо закончишь да ребенок не может потом начинают учить правильно ребенок что делает он фантазирует конечно пятое поколение военнослужащих конечно и правительство конечно и профессию я закончил ярославское училище финансовое общевойсковое и служил и ввдв комитете государственной безопасности в разведке по сей день я действующий сотрудник войск национальной гвардии по городу москва чена член совета по культуре войск национальной гвардии отвечая за боевые выезды артистов и известных людей причем с 2008 года я этим занимаюсь и вот что интересного смотрите казалось бы девочки наши да вы знаете сколько отказываются приезжать туда ребят почему они то а почему они то в дело то что они сильнее нас намного не не правда это же это же не мы это это бог создал вас вас физиология намного мы с тобой идем предположим она терпит и улыбает и разу своей супруге брал сумочку сумочку да ну как она вот так вот так еще а когда быть подержи что туда можно еще чемоданчик конечно конечно все что происходит все что происходит и победы это все ради вас ради женщины все происходит и вот они девчонки которые реально были под обстрелом что их опять туда я же я же наблюдаю как они реагируют психология страшно у не глаза опустевший но человек после обстрелов после выстрелов по становится абсолютно другим человеком наверное каким-то становится что ты что-то видишь что я вижу но наверное у тебя ценности меняются совершенно в жизни ты понимаешь что вот оно так должно быть приезжая сюда на гражданку я уже думать так мне надо тот тот нет я лучше я лучше отложу эти деньги и куплю ребятам там нефопам или то что им необходимо поэтому вот мы с алексеем еще со многими артистами нефопам это препарат для расстанавливает кровь и обезболивает вот отталкиваясь все таки от творческого сейчас момента ведь еще важен репертуар до важна какая-то история потому что первая часть это добраться первая часть оказаться в этом самом ну мягко говоря небезопасном месте напрямую опасном а во втором это заинтересовать понятно что наверное просто любое вот как вы говорите гражданское что-то вдохновляет человека вот как вы работаете вас как-то поменялась сейчас направленность творческая в текстах больше там мира или больше чего-то вот более такого жесткого больше конфликтного но наверное больше правды вот когда ты видишь реально там глаза бойцов да вот в какой в какой ситуации они находятся то конечно и тексты более четкие более открытые более правдивые и у нас пишется очень много песен вот при посещении последний раз до на донбассе мы были в пятнашки в спарте мы написали наша команда написал гимн пятнашки спарты утвердили командиры так что эти песни уже на цифровых площадках официальные а сколько ездило людей вообще это как десант такой очень много да очень много понимаешь но мы не можем предположим у нас есть костяк вот у нас есть юля у нас есть ира у нас есть саша у нас есть основной костяк такой вот как папа мама и вот такая родная семья которая бегает и за каждым я это должен делать потому что я понимаю что человек выступает бесплатно ни копейки денег если нас приглашает росгвардия мы едем бесплатно есть приглашает министерство обороны мы бесплатно если на значит отправляет народный фронт мы все делаем бесплатно зачем слушайте извините меня а что ваши темечки отцы предки не постучались не сказали ребята война идет война идет мы же мы же для вас сделали солнышко небо что же вы то сейчас должны делать я говорю и вот то что я говорю девчонки я говорю вот при жизни надо память не вставить ведь после того после обстрела вот крайне крайнее посещение родился гимн народного фронта причем михаил михаилов кузнецов руководитель народа фронта утвердил он был в шоке как вы это сделали слушайте а вот как ты сделали а вот приехали как ира говорит посмотрели в глаза и сделали все под расскажи как мы были в аэропорту у жоги как ребята плакали то что песню вы написали до солдатики солдатики песня замечательно можно послушать на всех цифровых площадках они рей солдатики конечно когда мы приезжаем ребята всегда очень нас ждут они мы поем конечно и патриотические песни и те которые пишем специально для них но и какие-то более лирически романтичные чтобы вот в эти минуты когда у них есть возможность прийти на этот импровизированный концерт вот есть час и у мы мы стараемся чтобы этот час был чтобы немножко отвлеклись перезагрузились конечно появятся разные песни но всегда не с таким теплом с таким стрепетом на ждут ну то есть получается такое совместно они ждут вы приезжаете и то есть вот что еще вы сказали что вы еще приезжаете с какими-то багажом который я можно поблагодарю всех всех тех неравнодушных людей которые переводят денежные средства которые приносят какие-то товары не знаю продукты инструменты вот нам например подразделение прям пишут некий список чего что необходимо необходимо абсолютно логично мы привозим напрямую все ребята сама сама коль ценно сама коль ценно когда я столкнулся с таким как алексей николаевич а вы вот передавали три телевизора а вы вы правда передали нам да ну то есть они не нашли и мы приняли решение год назад с народным фронтом что мы возьмем только непосредственно как и рассказала вот командир подразделения написал в бригаде есть 6 подразделений каждом подразделение мы лично все передаем у понятно не продолжить а как вы таки не дошли что ну ну бывает и фактор послушайте ну корысть существует на визу ли кто-то кто-то на фронте зарабатывает мы с мы понимаем это было и в сорок первом году но всегда был но мы она она и девчонки продолжать традиции 41 года я сейчас пример просто расскажу ведь смотри они бригады знаменитые военные не меня не каждый не каждый солдат может стать артистом но каждый артист во время великой отечественной войны когда начинался обстрел он брал оружие у нас есть в нашей бригаде звездного десанта народном фронте те артисты которые в девятнадцатом году попали под обстрел крылатых ракет на базе к мимим во время концерта поверь мне никто не испугался здесь такая же тематика мы были мы были значит на одном блокпосту так так называемый локомотив к сожалению сейчас уже нету в пятнашке и мы выставили большую колонку причем ребята бойцы на нашей стороне наши собой деревне и высушники тоже с той же деревне понимаешь и вот эти вот перестрелки идут перестрелки идут так что и сделали девчонки мы взят с паша паскалин взял выставил этот громкоговоритель и слышали все лошади я бы да послушайте 40 минут порк 40 они пели песни 40 минут была полная тишина стоит ради этого ехать искусство понимаешь все равно пушки замолкают поля все равно не наши они все равно наши они православные они просто замучены инфа пропагандой понимаешь когда человек надо с тысячи раз конечно он дурак у на самом деле пойдет к речу и скажешь я дурак а мы лечим сейчас вот по поводу уже способа влечения именно творческих подходов мы поговорим о второй части напомню что у нас гостях а не ри певица автор исполнитель общественный деятель многодетная мама которая начала свой творческий путь в общем то можно сказать недавно да но уже идет такими семимильными шагами и заслуженный артист российской федерации ветеран боевых действий активный ветеран боевых действий потому что ветеран они же разные бывают алексей да алексей огурцов сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся в студию поговорим о творческих планах но как же не поговорить о них напомню что эта программа открытый диалог с вами николай певненко нас гостях певица автор исполнитель аире общественный деятель многодетная мама и заслуженный артист российской федерации ветеран боевых действий алексей огурцов они рина вы же понимаете не могу спросить про медаль вот потому что специально оставила начало второго отделения знаю наверняка что все телезрители кто смотрит нас вы ее увидели расскажите ее историю что это за награда это медаль министерства обороны российской федерации участник участник специальной военной операции понятно как вам вы да выдали ее то есть все есть корочка коробочка сертификаты мало того то что она тут то делать еще не коробочки на дело то что она в окопах с ребятами в ночь зная что может сейчас прилететь в любую минуту буквально за награждение было такое были были прилеты и очень неприятный в принципе долго вообще не хотели как как бы концерта делать а мы приняли решение делать уж ты ходим под богом за год и никто туда не приезжает на передовую потому что мы далеко и вот за это не получили за это не получили официально есть выписка из приказа что они находили зоне боевых действий выписка из приказа командира части вот тут я тогда подхватываюсь и если мы так глобально посмотрим на этот вопрос насколько сегодня вообще существует вот таких ну понятно есть бригада но назовем почему налоги бригады шульженко райкин да если чем больше все все актеры ездили сорок первом году выступали на этих откидных грузовиках или на каких-то брустверах ну где была возможность выступать понятно что всегда пытаются актеров подальше от ну не дай бог чтобы произошло тем не менее есть которые в тылу выступают это тоже важно молодые которые выступают то есть много сейчас таких агитбригад и вот таких творческих людей которые ездят по по всей так что у нас девочка скажет но я считаю что таких немного кто едет именно на передовую на линию фронта их их не так много да в основном все все-таки берегут своей жизни и вот немножко пара или где-то в какой-то себе можно сказать одни из первых не то что одни из первых мы первые и нам иногда около виска крутит буквально вот несколько дней назад я не буду называть фамилию когда когда кричаем больше всех я я еду я еду а потом перезванивает а мы в какой гостинице будем жить гостиница называется палатка или блиндаж даже как а мы где выступаем на фронте вы знаете ой 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 что-то у меня чё-то прихватила коль на иначе кто-то это может а кому-то это не дано понимаешь мы же не можем заставить человека очень много отказываться я похвалюсь и скажу что именно звезды десант с народным фронтом это первая бригада который выступает непосредственно в зоне прикосновения и насколько человек входит вот в эту сушку наверно человек 25 20 до основной как бы да то есть ну сегодня предположим мы скоро скоро опять выдвигаемся и но артистов меньше просто вся команда даже не только артисты есть люди которые водители очень много те которые помогают делаю опять же вы везете какие-то конечно и самое что интересно да и смотрите вот выбирать надо надо ли это делать то слушать диваников очень много которые в интернете сидят мы показываем то есть не мне вот она еще показала встать смотри она показала часа медаль ты знаешь и безумно я знаю что после эфира будет да ты там чё ты это это коль если бы я сейчас одел свой мундир у меня есть официальный мундир полковника где у меня 667 медалей вообще брежнев бы перевернулся до или там корейский генерал меня надо поставить и впереди все завешено и там я каждую медаль благодарен я понимаю знаешь чего-то огурец выставляешь я буду я не выставляю мне героя россии андрей советский говорит я бы сама ну-ка быстренько вниз мы спускаемся вниз а там дети бегут там не знаю там 8 9 лет я бы так так быстренько 333 богатыря как зовут трёх бутыгрей все это хорошо как черепашек не не зовут они они выдают на это свинка свинка ой свинка теперь ты понимаешь почему они знают эти герои почему они не знают наши так вот мы это делаем библии написано показу ему вот она сейчас сказала она сделала пример чтобы ты зритель ты артист стал и сделал хотя бы то же самое что сделала она это будет маленькая маленькая но победа хорошо вернемся к тому что заслуженный артист да вот роли сейчас какие-то есть как-то идут какие-то работы на скажем газ на земле конечно вот чем работает очень много ну во первых давайте начнем с того то наверное все таки львина моя доля я как соведущий на федеральных каналах у меня есть свои программы на канале спас программа дорога сейчас начинаем пятый сезон мы за четыре сезона восстановили более 250 храмов по россии до очень много программ где я эксперт где я соведущий недавно закончили на канале россии с игорем петренко играть фильм док я играл врача и буквально вчера канал стс утвердил меня в очередном сериале пор хватает работы понимаешь у меня сейчас такой статус ну заслуженный артист россии заслуженный артист республики рим заслуженный артист премистровской молдавской республики там много много больше говорить я сейчас таком статусе что я могу выбирать хочу или я это не не присылает роли ну слушай я читаю там надо надо искупаться значит хорошую роль да надо искупаться на день вдв в фонтане ребят фонтане купаются срочнослужащие не офицеры я офицер но вы же актер у меня нет ничего нет подожди ты меня сначала спросил ты актер или офицер нет я тебе сказал что я прежде всего я офицер у меня нет образования но я доказал что послушай чему можно в институте четыре года учиться до медведя за полгода учит кататься ну вот тут я не соглашусь потому что я учился как раз в районном институте я разобью и потерю бы да но разбить разбить можно разбить мифы можно но я бы поспорил подожди система станицлавского главное что верить или не верить ну во первых еще школа чехова михаил согласен но я там у оттолкнуть я считаю что если человек работает актером он должен забыть обо всем остальном такова профессия актера он должен меня и строится если игра тогда другая игра тогда вы для меня это 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 офицерство это служба а все остальное знаешь я я не стыжу это за физик или ритм да я для меня эта игра я захотел я это делаю я захотел еду на программу или нет я захотел я снимаю с кино и отказываюсь но я же говорю честно так как вам хочется хорошо они расскажите пожалуйста вот сейчас так как вы начали ну недавно заниматься это понимаешь сейчас у вас но уже больше 70 синглов да вот данный момент да даже больше у меня была информация чуть меньше так что да вы как вот вы над ними работаете вы как альбом пишете или какие-то три-четыре композиции выбираете над ними работать какой принцип и они постепенно вот но поступают перегрева вот совсем недавно снимала клип на песню которая скоро выйдет в свет это российской белорусский проект российской белорусский проект автор песни замечательно будет песня анна селук на кстати получил в белоруссии базар будет скорее всего на музыку андрея покутного тоже известного композитора от была съемка чудесная будет история поэтому несмотря на то что мы постоянно посещаем передовые есть какая-то такая общественная работа все равно творчество репетиционно до процессами без него никуда же творчество остается пишутся песни снимается клипа так что а вот вы работаете вы кого автор исполнитель и певица вот объясните телезрителям разницу что певица это когда ты исполняешь чьи-то вот есть у меня авторы которые написали музыку для до слова для меня и я исполнила это песни есть моменты когда я исполняю свои песни то есть я написала или например я кто-то написал текст я написала музыку то есть это уже считается автор исполнитель что трепетнее чужое или свое не знаю у меня нет такого вот наверное каждая песня это как как твой ребенок да вот я кажу неважно или кто-то мне ее предложил я всегда пропускаю через себя через свое там сердце душу поэтому каждая песня она как будто я ее писала я ее исполнил алексей а вы не пробовали вместе спеть пробовали вот видите я угадал что мы пробовали конечно как раз и конечно вы оба очень ярко смотрели в белом . я это так скажу где-то в 2000 году мне еще и чудо выдач ковзон он мне я очень я с того времени еще вел различные мероприятия касаемо именно концертной деятельности так чувствую мне и он не слушал он мне предлагал и песни и и и и леонтьев и лещенко я бы не ребята вы меня в шоу-бизнес не втяните а там не путайте я в кино бизнесе у меня кино ну слушай извини меня у меня 180 картин где сыграл я снял 8 полнометражных фильмах моих фильмах играл джеки чанч варс ниггер и ригер хавр понимаешь много функциональной но все равно я хочу остановиться на она девчонка вот казалось бы смотреть обстрел один обстрел крайне кстати крайняя командировка пробита два колеса и пробита крыло вот что их тянет туда вот что их туда тянет я я не понимаю подойти с но я и меня тянет я как офицер у меня командировка как бы мне положено но это что тянет я не знаю но лично меня вот да как как маму как женщину у которой есть сыновья когда началась специальная война операция я сразу для себя приняла решение что мы с супругом каким-то образом мы будем мы будем помогать мы будем отвозить гуманитарку то там у нас уже на тот момент писались такие патриотические авторские песни то есть мы мы всем сердцем всем всей душой мы там и сейчас благодаря вот алексей николаевич у нас есть такая возможность ездить прямо вот команда звездного десанта то есть отвозить именно гуманитарную помощь которая собирает не только я каждый член команды собирает гуманитарку проводим концерт вот кстати у нас завтра домодедово будет патриотический благотворительный концерт именно для волонтеров потому что это для людей которые у нас к сожалению мало времени но я не могу у нас есть список но я хочу чтобы они ли сама рассказала я знаю что у вас много уже и гран-при какие-то бремени вот расскажите об этом потому что это же тоже говорит очень многое успевают и если еще раз говорю отчитываться до 70 песен кто-то скажет что это много кто-то скажет что это было мало но у вас уже есть какие награды творческие творческих наград очень много вот как вы сказали гран-при различных конкурсов пока назовите на должен рассказать но вот самое главное наверное вот за этот период награда именно творческая была в прошлом году в городе уфа проходил ну такой огромный всероссийский конкурс патриотической авторской песни где вот как раз исполнители все авторы являлись авторами своих песен исполняли песню я заняла там гран-при так что самая лучшая премия ты сама знаешь самая лучшая премия которой у тебя и самая лучшая медаль сам лучший кубок который пять лет назад она приобрела это муж александр зая понимаете несмотря на то что мы же люди творческие какая-то интрига и тайна должны остаться я благодарю вас за то что вы пришли я благодарю вас за тот оптимизм который есть и за ту решимость вот и думаю что вот понимаете мир он не устроен только в черных и только в светлых тонах он очень разный и сегодня вы в светлом есть надежда на то что так оно и будет мы вам желаем всего самого доброго и во-первых детям внукам правнукам будущим праправнука чтобы все было хорошо и чтобы были медали уже за творческие какие-то мирные моменты спасибо вам они пришли напомню что это была программа открытый диалог еще раз представлю вам наших гостей не ри певица автор исполнитель общественный деятель многодетная мама и обладатель многих уже музыкальных премий за сольный артист российской федерации офицер ветеран боевых действий алексей огурцов это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а